Уважаемые рыбы, всем доброго времени суток! Вы на канале Око Таро и с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро прогноз на неделю с 5 по 11 февраля включительно. Что вас ждет в этом периоде? Информация общего характера, поэтому расклад подойдет как женщинам, так и мужчинам. Я вас всех приглашаю к своему столу. Что мы сегодня будем просматривать? События этой недели в общем. Все, что может быть связано с домом, с семьей, взаимоотношениями. Также рассматриваем работу и карьеру, возможные доходы и расходы, внешний мир в отношении вас, любая информация, которая для вас может быть полезна. Смотрим также, что в скрытых факторах, подведем итоги этой недели, посмотрим, какими для вас могут быть выходные дни. И в раскладе будет карта дополнительного совета или карта форс-мажора. Сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос-желание. Карта, которую я достану в самое последнее, после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос. Поэтому думайте о своем желании. Колода настраивается на вас. Работать мы с вами сегодня будем на двух колодах. Одна основная и оракул у нас вспомогательный. Его я буду использовать в самом конце. Думайте о своем вопросе. Также напоминаю, что все, кто знает свой асцендент, просмотр также можете делать и по асценденту, и по своему основному знаку зодиака, и то, и другое. Верно. Итак, ваша первая карта. Уважаемые рыбки, все карты вашего расклада перед вами, и я приступаю к его прочтению. Расклад начинается с хорошей карты, и это туз-чаш. Это карта радости, это карта вашего хорошего настроения. Она может показывать какие-то хорошие новости, чью-то дружбу, чью-то любовь, чью-то заботу, которую кто-то готов проявлять в отношении вас. Также и вы думаете и беспокоитесь о ком-то. Эта карта может говорить о том, что вы чувствуете душевный прилив, подъем энергетический, вам хочется творить, вам хочется заниматься чем-то интересным, и может быть у вас действительно есть хобби и увлечения. То, что вас радует, то, что вам нравится, приносит вам удовольствие, и вы чем-то таким интересным можете заниматься. Возможно, у кого-то это абсолютно новые проекты, вас интересующие, которые сейчас находятся либо в начальной стадии своего развития, либо на подготовительном этапе. Но того, чтобы для вас было что-то невозможно, я не вижу. Все дела, которые у вас запланированы на эту неделю, неважно, чего они касаются, вы можете начинать решать уже с понедельника, потому что понедельник предвещает быть успешным. На входящие события выпала карта «Десятки жезлов». Этот аркан говорит о том, что забот и обязательств достаточно много, и вы пытаетесь решить все и сразу одновременно. Поэтому быстро может накапливаться усталость, может появляться слабость, может быть болезненность, или вы чувствуете некие недомогания. Может быть, вам просто захочется выспаться в какой-то момент из-за тех нагрузок, которые вы испытываете. И эта карта может говорить о том, что вы спите на ходу. Поэтому старайтесь больше отдыхать, уделять время и себе. Но все задачи, которые вы перед собой ставите, вы успешно достигаете. В центр вашего расклада выпала карта «Рыцаря жезлов». Эта карта может показывать мужчину, от которого тоже идут какие-то важные известия. Либо они связаны с дорогами, либо с какими-то, может быть, официальными вопросами. Карта может показывать человека служащего, военного. Но негатива от этого человека в отношении вас я не вижу. Наоборот, этот человек вам помогает решить какие-то задачи. И действительно, возможно, куда-то нужно будет в середине недели или ближе к концу этого периода. Может быть, нужно будет куда-то поехать, с кем-то встретиться, обсудить что-то важное. Потому что здесь появляется срочность в делах. И вы начинаете ускоряться. Если говорить о мужчинах-рыбах, эта карта может показывать вас собственной персоной. И говорить о том, что в середине этой недели будут какие-то важные новости, информация. И вам тоже нужно будет что-то незамедлительно делать. Те, у кого есть основная работа. Карта может показывать рабочие командировки, рабочие выезды. Или то, что действительно что-то решается на расстоянии, но решается успешно. Тем более, что в дом ваших финансов рядышком выпала восьмерка жезлов. Которая говорит о том, что в плане заработка вам открыты многие двери. То есть здесь может быть и основная работа у кого-то, и подработка, и интересные предложения извне. Но сколько бы вы не зарабатывали, в ваш расклад выпала также и двойка жезлов. Которая говорит о том, что все равно вы думаете о том, что на все ваши нужды нужно гораздо больше денег. Поэтому, может быть, вы думаете о помощи спонсоров. О том, чтобы вас кто-то финансово поддержал. Или кто-то поддержал какие-то ваши проекты, если вы хотите деньги куда-либо вкладывать. Восьмерка жезлов. Тоже карта расстояний. Поэтому здесь у кого-то действительно могут быть разъезды, но также что-то может решаться и дистанционно. Я вижу, что вам и также вашим семьям очень сильно помогают высшие силы, потому что в большой крест вашей судьбы выпала карта Папы, карта Иерафанта. Я вижу, что вы уповаете, надеетесь на то, что ваши молитвы будут услышаны. И поверьте, что ваши молитвы действительно высшие силы слышат и вас видят. Поэтому помощь нужная приходит в тех вопросах, которые для вас важны. Не теряйте веру. Для многих, может быть, важна тема ваших детей, те, у кого есть дети. И не важно, сколько им лет. В центре, в Малом Кресте мы также видим карту Пажа Чаш. Карта может показывать ребенка. Если дети маленькие или дети подросткового возраста, то очень многое воспитание ребенка в данном периоде в большей степени зависит даже больше от отца, чем от матери. Но я вижу и материнскую заботу. Дети талантливые, дети способные, но им нужна ваша помощь. Даже те, у кого дети взрослые, они у вас могут быть достаточно самостоятельными. Они творческие, они знают, чего они в жизни хотят, поэтому вы за них тоже можете не сильно переживать. То, что касается долговых обязательств, те, у кого есть долги или кредиты, я вижу, что свои долги вы сможете закрывать. Но если это долгосрочные кредиты, конечно, тут может впоследствии возникать тяжесть. Поэтому, чем быстрее вы погасите свой долг, тем лучше. Желательно погасить его досрочно, по возможности. Давайте возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу. Те, кто работает и те, кто не работает. Что вам нужно знать? Для тех, кто при работе, выпала девятка жезлов. Эта карта может говорить о том, что есть какие-то проблемы старого характера, о которых вы думаете. Это то, что может быть не обязательно в работе. Это может быть даже то, что вне работы, но на все текущие дела отражается, потому что этими вопросами вам нужно заниматься. В работе тоже может что-то накапливаться. И могут даже возникать с кем-то или напряженные, или спорные ситуации. У вас должны быть в полном порядке все бумаги и документы. По этому аркану мы снова-таки видим военное лицо. Поэтому, если меня смотрят мужчины, которые являются жителями России или Украины, например, то это военные обязательства. И с этим есть какие-то сложности. То есть здесь нужно тоже что-то решать. То, что касается женщин, у вас может быть немножко другая ситуация, но так или иначе на вопросы вашей работы влияет мужчина, или от мужчины что-то будет зависеть. Но заработать вы сможете. Возьмем для вас еще одну карту на совет. На совет выпала карта Королевы Жезлов. Если говорить о женщинах-рыбках, вам нужно многое брать под свой контроль. Я вижу, что вы способны управлять людьми, вы способны быть в центре внимания. Если у вас есть свой бизнес, вы грамотно и правильно ведете дела, но вас также интересует и все то, что происходит вокруг вас или рядом с вами, и все, что происходит во внешнем мире. Поэтому вы как бы собираете любую информацию, вы во всем разбираетесь. Тут много разговоров, даже каких-то может быть сплетен. Но информация из разных источников вам тоже в чем-то помогает. Конечно же, по этой карте возможность профессионального роста тут есть. Даже если вы работаете на кого-то, это тоже уважение, хорошая репутация, возможный карьерный рост для женщины, если у вас есть такие планы. Карта хорошая. Для тех, кто в этот период вошел не работая, что вам нужно знать? Для вас выпала карта Старшего Шута, но в перевернутом виде. Эта карта говорит о том, что вы сейчас проявляете некую или беспечность, или вы не берете какую-то информацию важную во внимание, тем самым что-то упускаете. Карта может говорить о том, что в чем-то у вас нет или должных знаний, или должного образования для того, чтобы получить, возможно, ту работу, которую вы хотите, если вы действительно думаете о трудоустройстве. Шут перевернутый может просто говорить о том, что какие-то возможности упускаются, потому что вы, может быть, сами не рассматриваете какие-то предложения, как серьезные для вас. Вы сейчас не хотите особо прислушиваться к чьим-то советам, вам кажется, что вы знаете, как нужно действовать, и то, что вы действуете правильно, но я вижу, что вы сейчас способны совершать очень многие ошибки. Давайте возьмем для вас еще одну карту на совет. Четверка мечей. Говорит о том, что если сейчас не использовать какие-то шансы, а в этом периоде жизнь вам дает какие-то шансы, то потом будете сидеть и будете снова чего-то ждать. Для тех, кто на пенсии, давайте возьмем карту дополнений для вас, или вы по каким-то другим причинам пока дома. Мы снова видим рыцаря. В данном случае это рыцарь мечей. В раскладе выпало уже два рыцаря. Обе эти карты могут показывать какие-то очень важные известия, возможно, политического характера, или касающихся каких-то для вас важных бумаг или документов, потому что здесь многое на слуху. С какой-то информацией нужно разобраться. Тут тоже что-то может решаться в срочном порядке. Может быть, кто-то из вас обдумывает дорогу или сейчас находится в состоянии дорог. Эти дороги могут быть в сложностях. Вашими делами могут заниматься официальные лица, но тут еще во что-то нужно будет вносить ясность. Ну а теперь перейдем к нашим семейным парам. Для семейных пар выпала карта старшего аркана папы и карта пожа-чаш. Две карты хорошие. Эти карты говорят о том, что в семье есть взаимоуважение, благодарность, взаимопомощь, чувство плеча. И если говорить о женщинах на своего мужчину, вы во всем можете рассчитывать. Я не вижу, чтобы ваш мужчина думал о ком-то другом или чтобы в голове вашего мужчины были какие-то глупости. Нет. Ваш мужчина может быть прекрасным супругом, человеком, который выполняет все свои обязательства в отношении семьи, детей, еще чего-то. И этот человек готов решать многие вопросы. По этим картам в этом периоде все-таки доминируют больше в семье мужские энергии. И если говорить о женщинах, ваш мужчина может в этом периоде в чем-то с вами советоваться или давать вам какие-то советы, и вы должны к нему прислушиваться, потому что здесь я вижу, что все делается правильно, так как нужно. Если в доме есть старики, родители, бабушки, дедушки, кто-то может нуждаться в вашей помощи и в вашей поддержке. Если говорить о достаточно молодых парах, и у вас есть дети школьного возраста, то с воспитанием детей могли бы даже помочь ваши родители, кто-то из родителей, кто-то из старшего поколения. Обсуждаются вопросы учебы и образования. В целом все-таки в ваш дом будут приходить какие-то хорошие известия, потому что вы чему-то порадуетесь, и многое будет решаться положительным образом. То, что касается наших свободных рыбок, для вас первой картой выпала семерка чаш, дальше мы видим пажа монет, и мы видим карту старшего аркана императрицы. Первая карта показывает мечты, мечты, надежды, это какие-то, может быть, творческие планы, это может быть не одно желание, которое вы хотели бы осуществить, но для реализации каких-то ваших желаний сейчас недостаточно хороший фундамент под ногами, и этот фундамент нужно наработать. Может быть, вам стоит чему-то подучиться, может быть, сейчас кто-то из вас занимается воспитанием своих детей, или помогает как-то своим детям, даже если дети взрослые, потому что здесь я вижу женщину, возле которой дети, и тут настоящая материнская забота. То есть вы вначале думаете как мама, а потом уже как женщина, то, что касается личного. Дети выходят для вас на первый план. На вас могут обращать внимание многие мужчины, и если вы в отношениях, я вижу, что эти отношения могут развиваться, но здесь всё зависит от вас самой. И если меня смотрят мужчины-рыбы, которым нравится определённая женщина, я так полагаю, что женщина с ребёнком или с детьми, она сама способна себя обеспечивать, она не просит вас о помощи, она ещё вам чем-то готова помочь. Но здесь то, как будут развиваться отношения ваши, зависит всё-таки от женщины. Конечно, по первому аркану, по тузу, чаш, это могут быть и новые знакомства, но вам сейчас особо не до этого. Но личная жизнь вас всё же интересует, для вас это важная тема. По картам я не вижу одиночества на будущее, но сейчас говорить о чём-то ещё рановато. На завершение этого периода выпала двойка мечей. Эта карта говорит о том, что в выходные дни к вам приходит какая-то информация, которая вас будет расстраивать. Возможно, вы не захотите что-то слышать или с кем-то общаться. Это могут быть любые неприятные новости, от которых вы просто хотите закрыться. Вы не хотите загружать свою голову тяжестью, потому что забот и обязательств вам по этим картам и так хватает. Ну а теперь посмотрим, что в скрытых факторах. В скрытые факторы. Для вас выпала карта шестёрки чаш, карта старшего аркана повешенного и карта туза жезлов. Это уже второй туз в вашем раскладе. С туза ваш расклад начинался и закрывает ваш расклад также карта туза. Это говорит о том, что впереди всё-таки будут какие-то новые начинания, будут какие-то новые возможности, но они войдут в вашу жизнь через время. Вам чего-то нужно подождать, потому что карта повешенного может предполагать любые ограничения, в которых можете сейчас находиться или вы, или ваши близкие. Могут блокироваться и некоторые из ваших планов, но отчаиваться вы не должны. Возможно, чему-то ещё не пришло время, потому что эта карта показывает вмешательство высших сил, высшие силы всё контролируют, и помощь нужная к вам придёт. Шестёрка чаш может говорить о том, что на последующей неделе тут либо вы будете видеться с кем-то из близких, либо даже дома что-то будете отмечать, или сможете себе позволить какой-то отдых, небольшой праздник. Может быть, вас кто-то будет с чем-то поздравлять, или вы кого-то захотите с чем-то поздравить. Но неудивительно, так как у нас скоро 14 февраля. Ну, а у кого-то из рыбок это может быть ваши собственные дни рождения, которые вы в близком кругу всё равно захотите отметить. Конечно же, будете радоваться, конечно же, будете счастливы. Ну, а теперь посмотрим на карту дополнительного совета или форс-мажора. Мы видим карту королевы чаш. Если говорить о женщинах-рыбках, это вы собственной персоной. Красивая, умная, талантливая и способная. И по этой карте вы просто не имеете права не развиваться. Вы должны развиваться, потому что вы очень творческая личность. Также эта карта показывает тему любви, вопросы личных отношений. И если вы по-прежнему свободны, не бойтесь открыть своё сердце кому-то, не бойтесь любить и влюбляться, не бойтесь отвечать на чьи-то чувства взаимностью. Если меня смотрят женщины семейные, то очень много в ваших отношениях тоже зависит от вас самой. Если говорить о мужчинах-рыбках, то вас порадует, возможно, женщина вашей же стихии чем-то в ближайшее время. Это может быть рыба, рак или скорпион по гороскопу, но не обязательно. Это может быть любая родственница, подруга, любимая женщина, которая проявит о вас заботу, что-то подскажет или в чём-то поддержит. И на эту женщину вы можете рассчитывать. Ну а теперь посмотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала карта Королевы Мечей. Эта карта даёт ответ «Да». Но она говорит о том, что на сегодняшний день ваш вопрос всё-таки имеет препятствия, которые вы должны будете пройти. В отношении вашего вопроса вам нужно выработать какой-то чёткий план, которого вы должны придерживаться. Эта карта может показывать любую другую женщину, которая помогает вам решить ваш вопрос, или женщина, от которой в вашем вопросе что-то может зависеть. Тут, скорее всего, вы хотите что-то ускорить, но всё равно придётся немного подождать. Возможно и то, что вопрос будет упираться в дополнительное финансирование, то есть нужны будут деньги. Но начинается запуск, а значит, все финансовые стороны вопроса вы решить сможете. Давайте возьмём также три дополнительных карты из Оракула Тайн и спросим, что тайного или скрытого есть в вашей жизни, то, о чём вам нужно непременно знать на самое ближайшее будущее. Так как это колода Оракул, будьте готовы к любой информации. И уже две первые карты впечатляют. Покажу вам эти карты поближе, чтобы вы смогли их рассмотреть. Уже первая карта показывает порчу, вторая показывает змею. Это говорит о том, что в вашем окружении есть женщина, которая занимается магией, и эта женщина постоянно вам вредит. Скажем так, эта женщина активно и сейчас дышит на вас злобой, из-за чего-то не может успокоиться, всё время может плести какие-то интриги, продумывать какие-то хитроумные ходы, чтобы как-то вас обхитрить, обвести вокруг пальца. Рядом с этой женщиной, скорее всего, есть мужчина, на которого она также рассчитывает. Может быть, это супруг, может быть, это любой другой человек. Скорее всего, эта женщина попытается нанести вам какой-то удар, потому что змея показывает удар тогда, когда этого не ждёшь. Если в какой-то момент вы чувствуете, что в вашей жизни действительно начинают происходить какие-то странные вещи, вы должны сразу на это реагировать. Это будет первый признак того, что есть воздействие. В особенности в вечернее время, когда вы ложитесь спать, и в течение дня это может быть непонятная апатия, непонятные болевые ощущения, давление в области грудины или солнечного сплетения. Может болеть, раскалываться голова. Могут обостриться какие-то заболевания. И всё это будет не просто так. Это будет уже как следствие энергетического пробоя или магического вмешательства. И вам с этим нужно будет что-то делать. Возьмём для вас карту на совет, карта кольца. Говорит о том, что вы с кем-то будете договариваться. С кем-то эту тему вы будете обсуждать. Это может касаться у кого-то и личных отношений. Может быть, кто-то пытается вмешаться в вашу личную жизнь или разрушить что-то в вашей семье. Кто-то может завидовать вашему женскому счастью или вашей красоте. Тут может быть всё, что угодно. Но кто бы ни пытался вам вредить. Вы этих людей сумеете обезвредить. Скорее всего, вы поймёте, откуда идёт негатив и действительно будете действовать. Ещё одна карта. Алкоголь может показывать зависимость и может появляться желание выпить. Или может быть рядом с вами человек, у которого есть какие-то пристрастия к алкоголю. И мы видим очень интересную карту. Это карта Имболка 2 февраля. Это большой магический праздник. 2 февраля было на прошлой неделе. Так как расклад выходит немножечко раньше, это карта ритуальной магии. И она может говорить о том, что именно 2 февраля какая-то знающая ведьма, знающая женщина что-то проводила или что-то делала. Возможно, лично вы хотите решить какой-то личный вопрос с помощью магии. И это касается любовных отношений. Но если у вас в личной жизни что-то не ладится, стоит задуматься. Могли быть проделаны какие-то работы ранее. 2 февраля их просто могли обновить. Все уважающие себя ведьмы в этот день, конечно же, работают. И судя по всему, тут уже что-то было проделано. Но карта показывает личные взаимоотношения. Уважаемые рыбки, такой для вас была информация на эту неделю. Благодарю вас за просмотры. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал все те, кто еще не подписан. И я вас всех жду на следующей неделе в следующих видео обзорах. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok